Добрый вечер, Михаил Михайлович, Антон Боялов, Мире спорта. Пару вопросов, если можно. Как так удалось команду настроить? Не будем называть примеров. Вчера команды Гранды в кубке сыграли не очень успешно. Вы же при своих зрителей показали, наверное, максимум свой. Насколько сложной была эта работа в плане настроя? Да нет, у нас на сегодняшний день такой уровень мотивации и уровень готовности, который тут особо и не надо лишних слов говорить. Потому что я вижу и чувствую раздевалку, я вижу самое главное тут импульс, как ребята тренируются, и от этого очень много исходит. Поэтому и мы постоянно проговариваем, что команда это не 11 человек, это все 23 игрока. И сегодня как раз тот уровень конкуренции, тот уровень мотивации воплотился, так скажем, в голевые действия и в качестве игры. Поэтому мы довольны, в принципе. Спасибо. Вы довольны, я понял. А какие-то минусы нашли? Конечно, конечно. Но есть, когда ты детально анализируешь и разбираешь игру своей команды, конечно, всегда хочется лучше какие-то моменты. Как ты выходишь из обороны, как ты принимаешь решения, как ты располагаешься при быстрой атаке, в позиционной атаке, как ты отбираешь, в какой зоне, как ты действуешь при стандартных положениях. Ну, такой набор аспектов, которые постоянно ты хочешь донести до ребят. И сам через ассистентов, через помощников, да, потому что информации очень много. И, конечно, хочется ее, так скажем, детально разложить, чтобы она усвоилась. Спасибо, Антон. Сергей. Добрый вечер. С победой. Сергей Астахович, ТВ. Расскажите, пожалуйста, команда лидирует в РПЛ. Сейчас видно, что ребята вышли на поле, получают удовольствие. Такое ощущение, что тренеру в этот момент важнее как-то не навредить вот этой положительной энергии. Да, идет работа. Я же еще раз говорю, вот только что сказал коллеге вашему, да, что очень важно в этих настройках то, что команда, ребята в ежедневном режиме не дают себе слабину. Вот это вот очень важно. Да, и когда мы видим, как команда тренируется, когда нет игроков, которые, так скажем, дают себе возможность передохнуть, поэтому, конечно, конечно, душа радуется, как команда работает и старается воплощать идеи по организации игры на матчах. Поэтому здесь понятно, что есть детали, когда надо вмешиваться. Да, есть детали, когда и действительно вы правы в каких-то моментах. Очень важно сохранить то игровое состояние, тот тонус, чтобы команда дальше получала удовольствие от того качества игры и приносила результат. Спасибо, Сергей. Спасибо, Михаил Михайлович. Тогда давайте оттуда, чтобы не... Ну ладно. Михаил, с победой. Ну и даже не это главное. Главное, что даже поздравить хочется с талантливой молодежью. То есть у вас одна из самых российских команд, то есть минимум легионеров. И вы сегодня очередной раз показали, что у вас очень талантливая молодежь. Вопросик такого плана. Вот до конца трансферного окна увидим мы в заявке еще каких-то молодых академиков «Локомотива». Но я бы вас чуть-чуть, с вашего позволения, поправил. Не одна из, а, наверное, самая. Да, потому что я так иногда составы штудирую, но 10 россиян или 11 составы, наверное, кто-то тяжело кому-то поставить. Поэтому посмотрим, есть ребятки, смотрим на них, приглашали на тренировки, внимательно следим за их прогрессом. Понятно, что кому-то, наверное, пока тяжело. И когда меня там спрашивают о определенных игроках, может быть, им раньше давать шансы и так далее. Но я всегда считаю, что все надо делать вовремя, когда игрок созреет, когда он докажет свое... Не просто искусственно его подпустить, не просто засветить его и сказать, что вот у нас кто-то там, да. А когда игрок действительно через свою работу, пах, эту конкуренцию, он этими шансами пользуется. Потому что сколько терпел и пахал Раков, сколько Леша Батраков завоевывал свое место на сборах. То же самое Радиковский. Он тренирует с нами уже приличное время, был в аренде в Белоруссии, да. И получил там хороший опыт и забивал. Поэтому сегодня тоже есть возможность, когда и нашим основным игрокам дать, так скажем, в неделе паузу, да, так скажем. А молодые как раз вот и эту конкуренцию проявляют. И безболезненно вы видите, что тот уровень конкуренции поддерживают. Спасибо. Там же вопрос. Андрей Липовецкий, Матч ТВ, продолжая тему самой молодой команды. Понятно, что жизнь тренера – это постоянные вызовы. Скажите, для вас это новый вызов? И считаете ли вы, что начинается опасный отрезок для самой молодой команды, поскольку вы лидируете что в чемпионате, что в кубке? Может ли где-то сыграть психология? Насколько это такой тонкий… Я извиняюсь, да, у нас каждый матч – это опасный отрезок. Поэтому тут же выживите, насколько плотная таблица, все очень относительно. Надо правильно подходить к матчам. Что касается вызова, а какой вызов? Мы же с вами уже неоднократно говорили, что есть группа игроков, которые сегодня… Нам очень важно ее сделать очень сбалансированной, нам команду надо сделать дисциплинированной. И мы потихоньку, поэтапно к этому двигаемся, что это сегодня та страсть, та самодача, которая у ребят присутствует, они получают удовольствие в этой модели игры. Поэтому приятно развивать всю эту историю. Поэтому каждый матч – отдельная такая важная история, которую надо проходить. Загадывать и заглядывать вперед. Можно, знаете, как спотыкаются не большие горы, а маленькие камушки. Поэтому очень важно именно ту дисциплину, ту организацию сохранять и от матча к матчу двигаться. Дополнительный вопрос. Но как-то заранее предотвратить, предупредить, увидеть вдруг, если у кого-то появляется звездная болезнь, можно? Было ли, в принципе, такое у вас в карьере? Были, конечно. Были. Были моменты, понятно, без фамилий, но мы видим, что кто-то снижает все требования, кто-то перестает работать. Поэтому не получали шансы свои на какой-то отрезок. А когда мы видим, что люди перестраиваются, когда мы видим, что те нотки тренировочной работы и отношения к делу, они правильные, поэтому и реакция наша соответствующая. Мы даем возможность всем проявить себя в равной конкуренции. Поэтому, конечно, это и основная наша задача – держать команду в тонусе, в таком рукаве хорошем, увидеть и предотвратить, вы правильно сказали, эти вещи. Не по факту действовать, когда это случилось, а сыграть какие-то вещи на опережение. Спасибо. Еще вопрос, коллеги? Михаил Нахалович, вопрос такой. А представьте, пожалуйста. Радиковский сегодня, Сергей Королев, пресс-служба «Локомотива». Радиковский сегодня дебютировал и забил гол. Складывается впечатление, что ребята молодые, они подтягиваются друг за другом, потому что Раков играет давно, но забил гол тоже в этом сезоне. И сегодня он, кстати, давал интервью во время матча. И он говорил, что мы заготовили специальное празднование, то есть уверенность у ребят в том, что они действительно будут и играть, и забивать. Вы это чувствуете, вы это видите? И что можно ждать еще от других ребят? Вы знаете, когда готовились перед выходом на поле в раздевалке, я смотрю серьезные лица ребят, и так немножко решил их разбавить. Я говорю, Вадик, ну что ты сегодня Радиковскому голевую передачу отдашь, что он забьет? Он говорит, мы об этом мечтаем. Я говорю, ну... Я говорю, мечтать не надо, надо реализовывать. Вот сегодня выйдешь и отдашь. Вот это было прямо перед... Все так посмеялись, и вот вы видите, как удачно сложилось, что действительно Вадик сделал эту подачу, а Дима реализовал этот момент. Поэтому главное теперь, так сказать, все это дело настроить в правильный русло. Я еще хотел сказать как раз о мечтах. Сегодня Валерий Николаевич Филату, президенту «Локомотива», открывали звезду на Аллее Славы. И он свою мечту озвучил, хочет видеть, чтобы когда-нибудь, чтобы в составе «Локомотива» все 11 игроков были воспитанники клуба. Отличная идея, прекрасно. Понятно, что кто-то это может быть действующие, но я имею в виду, которые выпускники, кто-то может из других команд присоединиться, но тоже воспитанники Академии и клубной системы. Поэтому это важно, продолжать преемственности. Как раз на одном из советов директоров, когда мы обменивались мнениями, тоже об этом Валерий Николаевич поднимал эту тему, мы только за, если такие ребята будут, будем к этому стремиться. Спасибо, Сергей. Сергей. Михаил Ильич, вопрос такой. В последние дни поднялась тема возможного возвращения Антона Мирничука. Расскажите, пожалуйста, но болельщики переживают, хотят, наверное, видеть Антона в команде. Есть ли под этим какие-то поводы или нет? Мне сложно комментировать данную ситуацию, потому что это такая очень большая, развернутая тема, о которой один раз на нее не ответишь. Поэтому все прекрасно знают, что наши теплые отношения и с Антоном, и до последнего надеялись, что он может остаться. Но на сегодняшний день я о таких разговорах не слышал, только через прессу. Поэтому еще раз говорю, комментировать это на сегодняшний момент, наверное, не совсем актуально, потому что и предмета такого нет. Но еще раз повторюсь, и руководитель наш сказал, что это такая очень обширная и большая тема для разговора, которую двумя фразами тут мне пишут. Спасибо, коллеги, еще вопрос. Владислав Шашлова, Росфото. Михаил Михайлович, скажите, о решении выпустить Дмитрия Радиковского сегодня, а не, скажем, в предыдущем матче с Кубковым, с Оренбургом было продиктовано ходом игры, или это изначально было в плане на игру? Ходом игры. Ходом игры, конечно. Что в Оренбурге требовалось немножко другого плана игроки, которые смогут привнести нам определенные нюансы. Это, что касается в Оренбурге. Сегодня и ход игры, и качество игры, и результат позволял сделать немножко другие перестроения. Субтитры создавал DimaTorzok